Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Объект 259А. Это танк, который был у нас в аукционе, его не раскупили, кстати, между прочим, но говорят, что танк хороший. Сегодня об этом мы поговорим. И еще поговорим, потому что на моем канале проходит рубрика, она называется «Ангарная книга по премтанкам». Что мы делаем? Мы катаем все премиум танки, которые у нас есть, 8-й, 9-й, без разницы, какого уровня. Выбираем какой-то один из них, катаем целый стрим на нем и записываем все показатели, которые получаются. А именно это название танка, его фарм, средний фарм за бой, средний урон, ассист. Ссылку на стрим добавляем, где мы катаем этот танк, потом гайд добавляем, ну то есть ссылку на видео, количество боев, процент побед, резервы, расходники, класс техники. И, конечно же, ставим оценку по трем главным критериям. Как он фармит, как на нем играется и как он нагибает. Соответственно, три критерия. Поэтому, если вы хотите самостоятельно пощупать, посмотреть, там таким образом уже разобрано порядка 110 премиум танков со всеми цифрами, ссылками на стрим, ссылками на видео, со всеми, 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 всеми нюансами, то обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и подписывайтесь на мой Telegram канал. После подписок на YouTube и в Telegram у вас высветится ссылка в Telegram канале о том, что есть вот такая вот ссылочка в OnlineXL таблицу. Вы на нее перейдете и самостоятельно уже все пощупаете и посмотрите. То есть очень удобно, действительно и интересно. Ну а мы с вами начинаем. Первое, о чем мы поговорим, это бронирование данного танка. Ребят, ну а перед основной частью видеоролика хотел бы вас мне буквально помочь немножко. Что нужно сделать? Нужно перейти по ссылке в описании и подписаться на мой VK Play. Объясню сначала для чего. Потому что в последнее время YouTube немножко лагает. Бывает такое то, что трансляция действительно не работает. То есть мы будем пока стримить, конечно же, на YouTube. На VK Play будем подрубать тоже стрим альтернативно, да, чтобы в случае каких-то лагов можно было перейти сюда. Плюс ко всему входят такие слухи, что не дай бог YouTube закроет. Поэтому нужно какую-то искать дополнительную платформу для того, чтобы можно было спокойно стримить и оставаться с вами. Поэтому по ссылке в описании, пожалуйста, перейдите и подпишитесь. Как это сделал? Здесь есть такая вот кнопочка, как отслеживать. Здесь все просто. Можете либо зарегистрироваться, либо авторизоваться через доступные сервисы, которые есть. Их очень много. Также через VK, через Google, через что угодно. Здесь у нас справа чатик, ребята, да, можно также общаться, как на YouTube. Внизу описание. Здесь у нас есть записи, то есть я просто еще не проводил, а так здесь вот есть записи каких-то либо стримов. Здесь у нас описание, донатик, если интересно, да, то буду максимально благодарен. Ссылка на YouTube, на Discord, на VK, на Telegram. То есть все доступно, все обычно как-то так, ребят. Ну, поэтому помогите и можете скачать заодно приложение VK Play там в App Store, в Play Market, как удобно. Большое спасибо. Продолжаем смотреть видео. Многие данный танк нахваливают, говорят о том, что он хорошо танкует. Это ведь 260, многие его наоборот ругают. В чем здесь правда? Если смотреть на данный танк вот просто визуально, то напоминает ли он 260? Ну, в целом, наверное, да. По бронированию тоже напоминает. И здесь вроде бы да. Комбо Ашинка. Она есть не такая, конечно, как у 260, да, у 260 поменьше, но здесь вот есть. Причем их даже две. Второй практически не видно, она вот сзади. А вот первый видно очень даже хорошо. То есть если вы будете от УВНов играть где-то наверху, все равно видно и, ну, визуально ее просто выцелить. То есть она прям, ну, бросается в глаза. Это не так тяжело сделать. Причем даже не на самых маленьких расстояниях. То есть если вы будете играть метров где-то на 150-200, ее, в принципе, даже на таком расстоянии можно выцелить и пробить. То есть как бы не тяжело. Она, тем более, не такая твердая. Это что касается именно комбашенки уязвимых зон. Если вообще посмотреть на него с другой точки зрения, вот просто он вот так вот стоит, у вас заряжен под калибр 233 мм, то, что мы видим для пробития две зоны. Это раз, ну, два. То есть это одни комбашенки. И вот такой вот маленький-маленький треугольничек. Это нижний бронист. Почему? Потому что здесь такая же тема, как и у 257. То есть видите, да, вот днище танка такое вот треугольное. Да, оно не просто квадратное, а именно треугольное. Поэтому он танкует, конечно, очень сильно катками. Он многих на это ловит. Потому что когда ты пытаешься через каток прострелить, ты попадаешь в рикошетную зону, где там, конечно, все отбивается. Но если брать чуть выше, то все это дело очень даже неплохо шьется. Поэтому если видите данный танк, когда он к вам выходит вот так вот, выкатывается катком, не нужно стрелять вниз. Берите верхнюю часть гусеницы. Вот прям поверху стреляйте и всегда не будете ошибаться. Если он даже вот так вот выезжает, то есть всегда ориентируйтесь именно в этот треугольник. Его визуально видно, то есть он под любым углом будет пробиваться. Не нужно стрелять вот в эти, я не знаю даже, как их назвать. Какие-то трубы здесь идут, да, или сварные, что-то такое. То есть не нужно сюда стрелять. Видите каток, кидайте в верхнюю часть. Не нужно в нижнюю кидать, потому что будут у нас рикошеты. Это что нужно знать именно по танкованию. Щичинос. Здесь у нас 110 мм. Ну и как вы сами понимаете, то, что при танковании ромбом, причем даже не самыми большими углами, здесь будет все пробиваться. Ромбом сам по себе он танкует неплохо. Здесь у нас 100 мм, плюс еще есть фальшборта. То есть если выставлять вот такой вот борт, тут не пробьет вообще никто. Хотя какая-то вот такая вот зона здесь напрашивается для пробития. Но я не знаю, кто ее даже там сможет выцелить. То есть в принципе визуально ее вообще-то не найдешь. То есть нереально ее даже здесь. Ну вот она где-то здесь находится. Я даже видите не могу выцелить. Ну вот 218. А это я как бы так вот, а если в бою выцеливать, то вообще практически не найдешь. Если сзади смотреть, то опять-таки есть вот эти вот скосы. Их лучше не выставлять. И пытаться как-то вот так вот задом, да, задней частью ромба пытаться что-то отбить. То есть вот таким образом танковать будет. Но есть комбашинка. То есть в целом по танкованию, что я могу сказать. Лоб башни танкует хорошо. Здесь очень хорошие миллиметры. Пробивается ли он голдой? Да, пробивается. То есть видите, здесь спокойно будет шиться. Но опять голда должна быть не простая, а действительно золотая. То есть чем выше бронепробитие, да, 280, ну 270 и выше, более-менее уже что-то можно пытаться пробивать. Но если у вас там 255, то, ребят, даже забудьте. Поэтому в целом по бронированию можно поставить четверку. Вопрос лишь только в одном. Как ее применять? Потому что башкой ты сильно не потанкуешь. Потому что в Н недостаточно минус 6. То есть нужно какую-то насыпь такую искать. А это не всегда удобно и не на всех картах это есть. Ромбом, ну вроде бы можно танковать. Но тут тебе щучий нос, пожалуйста, который пробивается. С задним ромбом танковать. Но тут нужно быть наверняка уверенным, что тебя вот прикроет. Потому что если ты с задним ромбом танкуешь, а тут на тебя выкатятся, то у тебя будет целая проблема развернуться. Ты одну, а то и две тычки получишь. То есть в среднем, ну как вот на мой взгляд, конечно, наблюдается по этому танку проблема с точки зрения танкования. Если даже говорить о наших показателях, что я на нем вот поиграл, да, и говорить о том, что танкует он или нет, то мы в среднем танковали где-то 1100-1200. Много это? Да нет, это в принципе усредненные показатели. На том же гусе, допустим, восьмом уровне, мы там 200 танковали. То есть на порядок выше. В целом, на четверочку самое главное нужно вот знающий применять. Но это опять-таки, я танковал еще пока вот игроки не знают танка, не кидают нижним релиз, даже не выцеливая. Как только они поймут, что здесь такая же фишка, как и на 257, то все, начнется проблема. Ну и 1500 хп. То есть вот как-то так. Что теперь по орудию? 122-мм, 420 альфа-страйка, 233 бронепроветия, базовый снаряд калиберный. Очень скоростной, хороший, вообще вопросов нет. И голда 285. Фугас 530 и 61 бронепробитие. То есть в целом по бронепробитию, по альфе вообще никаких вопросов нет. То есть летает 1400 базовый подкол. Стоит, правда, да, 1200 дороговато, но при этом и пробивает, и летает здорово. Кумыс пробивает 285. Великолепно, стоит мега дорого 5200 и летает медленно. То есть кумыс только вот с хорошим бронепробитием, все остальное у него не очень. Ну и фугасик самый обычный, зато с неплохим бронепробитием, 61, и с альфой 530. Может вылететь даже 660. То есть если у вас вылетит 650, не удивляйтесь, на этом танке такое может быть. Ну, конечно, вам должно сильно повезти. Все остальное, то, что здесь есть, это полный дисбаланс. Причем в плохую сторону, почему? Потому что пушка у нас перезаряжается, между прочим, базовое КД, 15 секунд. То есть у нас КД, между прочим, да, то есть такое длинное. И ДПМ получается 1680. То есть максимально ДПМ на вентиле, на досылательный, допайке на прокачанном экипаже. А еще при всем при этом вентиль и досл стоит в бонусных слотах. У вас ДПМ 2100, то есть КД 1162, при альфе 420. То есть это мега мало. При всем при этом вы получаете точность базовую 0.42. Время сведения 2.8. Не самую лучшую стабилизацию. И в совокупности вы получаете косой дрын, который вроде бы пробивает, вроде бы с альфой. Но попади на этом танке, конечно, в другой танк. Ты будешь невероятно радоваться, потому что, ну, комфортности введения огня мало. То есть альфа бронепробития, да, все остальное на данном танке, ну, полный просто шлаг. То есть, на мой взгляд, на том же защитнике, как по мне, ствол будет, ну, поинтереснее. Хотя здесь пробитие высокое. В целом пойдет, но пострадать на этом ты танки сможешь. Если вот говорить в совокупности, это просто обычный ствол советского тяжа. Все. Вот без вопросов. То есть, да, есть какие-то пушки более, там, стабилизированные, как у 703-го. Но это вот скорее как бы нонсенс, да, то есть это исключение из правил. То есть, в целом, это обычный советский ствол. Что касается мобильности. Вот здесь вот, как говорит собака, зарыт. Потому что, с одной стороны, здесь такие сладкие показатели. 55 вперед, 12 назад. А это уже, между прочим, повод задуматься. 12 назад. То есть, откатываться будет медленно. И уделка от 14 кобыл. Ну, ладно, хрен с ним. На уделку-то многие не смотрят, да? Ну, вот вперед едет и едет. Что у нас здесь на самом деле? На самом деле, если вы будете играть без турбины, то скорость, которую вы будете видеть 40, это практически потолок. В среднем он будет ехать так же, как, не знаю, какой-нибудь ИС-3. То есть, это вот действительно так. Если вы ставите сюда турбину, то дела немножко лучше начинают с точки зрения мобильности идти. Но, в целом, все равно это проблема. То есть, да, ты с горки можешь там поехать свою скорость. Здесь то же самое, как на ДД-7. То есть, по факту написано одно, а на деле совершенно другое. Если говорить о сравнении, то тот же Кировец-1 просто нагло выше нас с точки зрения мобильности и подвижности. Может, у него максималка хуже, да? Но у него лучше уделка, лучше проходимость, и он прям прет. То есть, мы, допустим, если сравнить нас с Кировцем-1, то он прям прет. То есть, если взять 2-6-0, то 2-6-0 действительно там, ну, в плане мобильности, конечно, впереди планеты всей. Хотя 2-7-7 может поспорить. То этот танк, он не больше на 2-6-0 похож, а больше похож на ДД-7, вот я бы это так сказал. Поэтому вот эта вот мобильность, которая здесь написана, ее нужно на 2 поделить. Ну, конечно, не совсем, прям на 2. Но вы понимаете, то, что 40, это предел будет. А играть на этом танке с турбиной, ну, здесь нужно, конечно, подумать. Ну, и в целом, оставшиеся показатели у нас обычные. 380 метров обзора и ничего такого сверхъестественного. То есть, по совокупности, если вы прокачиваете полевую модернизацию, я советую плюс 7 к сохранению набранной скорости поставить, потому что он ее набирает очень тяжело, все остальное я не советую ставить. Также у вас открывается дополнительный слот под огневую мощь, да, соответственно, и с живучестью. То же самое, еще плюс ко всему, заметьте, что у нас 1450 хп. Когда я сказал, именно 1500, 1500 у вас будет с полевой модернизацией. Как бы то ни было, вот эти характеристики, которые есть у данного танка, не впечатлили большое количество игроков. Поэтому он ушел за минималку, то есть за свои там 11, сколько там, тысяч голды. В целом, что я могу сказать? На мой взгляд, это вполне себе средняковый премиум танк. Не смотрите, пожалуйста, тех блогеров, которые еще не играли на нем, а уже с утра в 9 часов в 10 выпускают гайды. То есть, этим ребятам точно танк не начисляли, да, заранее. То есть, я-то, ну, я точно знаю. Поэтому всегда, когда смотрите какие-либо гайды или обзоры на ютубе, убедитесь, что блогер играл на этом танке. Потому что, не хочу называть имена, но 3-4 блогера выпустили видеоролики очень рано. При всем при этом, они не играли и, между прочим, советовали данный агрегат. А он, на мой взгляд, обычный средняковый. Если у вас есть защитник, Кировец, 703, я бы даже и не смотрел в его сторону. Он, ну, обычный. Если даже посмотреть по отметкам, как я и говорил, мы тестили и катали на нем 28 октября, по-моему, да, когда он вышел. У него отметка была 3-300. Все играли, все кайфовали, все шикарно. Я сказал, как только откатают блогеры, как только они там возьмут свои эти три отметки, танк упадет. Так и случилось. 3-300 он упал на 2-900, то есть минус 400 с копейками. И дальше он будет падать. Он уже ниже, чем Защитник, он уже ниже, чем ИС-3 СМЗ, он уже ниже, чем К2, он уже ниже, чем Объект 703. То есть, в целом, он ниже, чем многие советские тяжи. Если, в принципе, отфильтровать, да, советские тяжи и посмотреть, какой там танк самый высокий, самый низкий, то 2-5-9 он занимает именно золотую середину. Ниже ИС-6, ниже КВ-5, КВ-4 Криславского, ИС-5 и Кировец-1. Согласитесь, то есть, те танки, которые ниже, ну, как бы понятно, что они прям ИТА и не очень. А все более-менее путные, ИС-3 СМЗ, К2, Защитник, 703, там, и какие-то другие еще машины, да, он будет все-таки похуже их. Поэтому этот танк среднячковый, и вот если говорить о наших показателях, да, то мы тоже сильно ничего не сделали. 1800 дамага, там, 350-400 асиста, то есть, сделали там 850 тысяч фарма в среднем. Да, процент побед низкий, ему можно 4 по фарму поставить, он действительно неплохо фармит, но по геймплею по нагибу 3. То есть, данному танку 4-3-3, потому что играть на нем скучновато, он приедается со временем, и мне сильно он не зашел. Я бы лучше взял Кировца, я бы лучше взял Защитника, я бы лучше взял, не знаю, 703-го, 100%, и этот танк, ну, такой вот средняковый. Поэтому те блогеры, которые хвалят и вливают вам в уши всегда о том, что новый премтанк имба, ребят, сначала убедитесь и посмотрите. Даже такое бывает у меня, выходит какой-то новый прем, я его прям, ну, вообще так хвалю, и все-все-все остальное. Посмотрите еще потом других блогеров и сравните, нужен ли он вам или нет, потому что иногда бывает, я записываю гайды на эмоции. Но, как правило, я от этого отошел и стараюсь уже с холодной головой спустя некоторое время записывать гайд, чтобы он был более-менее правдивый. Так что не давайте себя обмануть, если не купили данный танк, не расстраивайтесь, если купили, ну, что уж сделать. Пробуйте, катайте на нем, наверняка найдутся танкисты, которые напишут в комментариях, что, а вот у меня на нем получается. Я скажу то, что вы молодцы, но поиграйте на 703-м, вы поймете то, что это небо и земля. Вот такая вот история. Ну, а вы не забывайте подписаться на YouTube-канал, обязательно приходите ко мне на мои стримы в 21.00 по восковскому времени, и если вас не затруднит, пожалуйста, придите и подпишитесь на мой ВК-плей, потому что YouTube что-то в последнее время лагает, то я буду рестримы сделать и на YouTube, и там, поэтому просто перейдите, подпишитесь, посылки в описании, мне будет очень-очень приятно, ребят. Просто помогите мне набрать там какое-то количество фолловеров, как говорится. Ну и подписывайтесь на Telegram-канал, потому что там у нас, это онлайн-эксель-табличка, там у нас все новости, иногда бонус-кодики и все-все-все остальное. Всем большое спасибо, до новых встреч и пока! Субтитры подогнал «Симон»!